Я что-то должен сказать? 26 лет назад Александр Лукашенко в первый и последний раз честно выиграл президентские выборы в Беларуси. Добросумленно выполнял ускладенные на меня высокие обовязки. Его программа была нехитрой. Отвести народ от пропасти. Мой девиз – это здравый смысл. Незамысловатое румяное лицо на предвыборном плакате обещало стабильность и достаток, справедливость и порядок. Экс-директор совхоза забирал власть у тех, кто не умеет ей пользоваться, и разрушал зло, созидая добро. Не на кого рассчитывать, кроме президента. Он гарантировал свободу слова и СМИ, соблюдение законов и конституции, честные суды и жесточайшую борьбу с коррупцией и произволом чиновников. Будем разбираться с жуликами сначала в правительстве, а потом со всеми остальными. Однако уже спустя несколько лет правления внезапно оказалось, что лукашенковский порядок – это банальное закрытие рта неугодными и преследование несогласных. Его стабильность – беспредел тех самых чиновников и силовиков. А светлое будущее – постоянная ложь и бесконечные новые обещания. В будущей пятилетке средняя зарплата вырастет в два раза. Настало время подытожить, во что вышедший из дерьма аграрный гений за 26 лет превратил подающую надежды страну, какими обещаниями он кормил белорусов все эти годы и почему не может просто уйти туда, откуда вышел. Я вышел из того же дерьма, которое я видел на прошлой неделе. Беларусь без цензуры – не только наша общая мечта, но и название телеграм-канала «Соратников». Сейчас они вместе с нами пристально следят за ситуацией вокруг выборов и протестов. Рекомендуем подписаться, чтобы быть в курсе всех событий. Легендарное изречение Лукашенко как нельзя более точно описывает то, во что за четверть века диктатуры, благодаря выходцу из колхоза и ума, превратилась в перспективная и подающая надежды страна. Сегодня ни копейки денег нет в казне, ни копейки. Одной из главных заслуг айти-государства в центре Европы сегодня на полном серьезе называют то, что в 90-е тут якобы в лаптях и без штанов стояли в очередях за мукой, которая оставалась на три дня. А сейчас, мол, такого нет, поэтому голосуйте за Лукашенко. Вы помните середину 90-х, когда покушать было нечего, и мы без штанов в лаптях остались обрубком от той великой страны? Я часто привожу пример, что на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь в 94-м году. Они не помнят Беларусь, из которой мы с вами выходили в лаптях и без штанов. У меня в первый год через три месяца Минск вообще был на три дня, а муки оставалось. Мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нижние и голодные. Ведь было время, когда муки в стране оставалось всего на три дня. Но не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и одеть лапти. Если нового президента изберете, чтобы не было как мне, три дня муки оставалось. В Минске нечем было минчан кормить. А в лапти обуть народ, вам не удастся, и под плетку загнать уже не получится. У нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы хлеб испечь. Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти и запрягали в телегу, и погоняли бы кнутом. Это ощущение, я не говорю, что я основываю их на фактах каких-то. Пропагандисты настолько нелепо вторят лаптию, что порой даже становится смешно. В кафе стреляли, в магазины ходили как в музей, денег не было даже на то, чтобы появлялось на полках. Но речь о развитии культуры вообще не шла. Говорили о маргарине рама. Только за 93-е цены вырастут почти на 2000%. Всю первую половину 90-х Беларусь погружалась в пучины социальной катастрофы. Дно начупать не удавалось. Но, к счастью, с приходом к власти сильного лидера, ко дну пошли куда быстрее. Мы еще не знаем, где то дно. И когда оно наступит. Опустевшие деревни, разваленные предприятия, отсутствие достойной работы и, как следствие, массовая эмиграция и обнищание населения. Как при нижней стране он создал эту собственность? При нижнем народе откуда? На всю модернизацию в общей сложности ушло 300 миллиардов. Зато невооруженным глазом видно. Каждая копеечка ушла в дело. Только с момента прихода аграрного гения к власти Беларусь потеряла около 800 тысяч своих жителей. Это как пять пинсков по 80 человек в день. Причем многие уходят из жизни добровольно. Отсутствие перспектив и веры в будущее вот уже десятилетия не выпускает страну из топ-10 по суицидам. Другие решают заливать горе и уныние убийственным аналогом антидепрессантов. В рейтинге пьющих стран до совсем уж тотального обнищания гордо держались в самых верхах. Правда, государство в этом плане настроено решительно. Начиная с образа жизни, правильного питания, отказа от курения и алкоголя. Ну, не совсем, конечно. То пить перестанем, беда другая будет. Да, проблем от проснувшегося народа может быть куда больше, чем от одурманиного. Ведь нищие и голодные владельцы лаптей с 90-х никуда не делись и продолжают хотеть кушать. Причем в некоторых случаях в январе люди не получили расчет за октябрь прошлого года. Более того, люди не только зарплаты свои не видят, но и лишаются части пенсии. А те, кто все-таки кое-как кое-что получают, с каждым годом вынуждены довольствоваться все меньшим. Покупательская способность белорусов неумолима, но зато стабильно падает. Если 10 лет назад со средней зарплаты можно было купить 677 буханок, то сегодня и того на 7 меньше. Не менее интересна и ситуация с пенсиями. Даже если бы деньги на них и были, люди не в приоритете. Даже если будет много денег, все равно надо делать спокойно. Нельзя вкидывать вот так деньги мгновенно в больших объемах. Кстати, в белорусских рублях пенсии-то докинули. С начала года они вроде как даже выросли на 10 рублей, но в пересчете на более крепкую валюту упали на 22 доллара. Но не нужно ныть, всегда можно найти подработку. Если ты хочешь жить лучше, работать нужно больше. Сколько нужно работать, чтобы как немецкие пенсионеры уставать от путешествий на автодомах, или как голландские денег вообще не считать, Лукашенко не уточнил. Может, сами люди знают. Когда вы последний раз путешествовали и куда? Последний раз я путешествовала, это было давно еще, при советской власти. Лет пять не выезжал. За границу? Вообще, да. Почему? Вообще никуда. И за границей мы давно не путешествуем. Не позволяют возможности. Не считая СНГ. Страны Европы были там? Нет, не было. Никогда? Никогда. Пока я не считаю, что моя зарплата позволяет мне куда-то путешествовать. Да и ответа на вопрос, где работать, чтобы заработать хорошо, не последует. Количество убыточных предприятий за годы правления усатого хозяйственника резко выросло. Сегодня таким является почти каждое шестое. Включи вон тот вентилятор. Мы не должны агулам всех защищать. Мы должны обеспечить защиту тем, кто работает. Кто не хочет, того надо научить или заставить работать. Зато на собственную защиту Лукашенко не скупится. Только в прошлом году почти 2,5 миллиарда рублей из республиканского бюджета ушло на милицию, суды. Кстати, всех судей назначает лично он, знали? И прочие карательные структуры. Калечить, не лечить, ума палата не нужна. А раз врачи такие умные, то и денег из бюджета им можно выделить меньше, чем карателям. Причем аж в два раза. А все говорят, что у нас здравоохранение плохое, и врачи никакие образования медицинские никакое. И с таким никаким отношением со стороны государства нашим медикам пришлось противостоять пандемии коронавируса. Не воспринимал всерьез. И не вирус, а психоз. Ездил по стране и говорил, что сам целебный. Вот с кем я поздоровался, тот никогда болеть не будет. А заразив и убив сотни людей, признался, что заболел. Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Понимая, что Лукашенко решил просто сесть на берегу и ждать, когда мимо будут проплывать трупы его врагов-белорусов, спасать утопающих решили сами граждане. Полторы тысячи человек стали волонтерами, десятки тысяч солидарно скидывались на помощь медикам. Общими усилиями удалось собрать более миллиона рублей только на официальном счету Минздрава. Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали. Впрочем, сколько полегло штабелями, точно невозможно сказать до сих пор. Официальный Минздрав неоднократно ловили на занижении данных о заболевших и погибших от ковид-19. Не трогать грязными глазами глаза. Единожды солгавший «Кто тебе поверит?» Это мой жесточайший принцип. Правда, какая бы она ни была. Причем сам с усами врет и не краснеет вот уже 26 лет. Поверьте, я не держусь за власть. Абсолютно. Если президент станет царем, Беларуси не будет. Страну мы вам не отдадим. Лукашенко будет президентом 12 лет. Я уже об этом говорил. Слушайте, я 25 лет президентом. Фальсифицировать власть будут выборы. Вы знаете, нам не надо фальсифицировать выборы. Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Но говорят, это не европейские показатели. Мы сделали 86. Это правда было. Всякие разговоры о том, что сегодня надо увеличить пенсионный возраст, это надо раз и навсегда забыть. В Беларуси повышается пенсионный возраст. Сегодня президент подписал указ о совершенствовании пенсионного обеспечения. К 15-му году мы должны приблизить размеры заработной платы к 1000 долларов в эквиваленции. 500 долларов в будущем году средняя зарплата при всех сложностях, чего бы это ни стоило. Украдите, откопайте, найдите. У меня есть электрическая машина, знаешь, ты, наверное, Тесла, я иногда ее тестировал, маску подарил. Мы никогда не отрицали коронавирус. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Средства массовой информации просто насилуются. Журналисты боятся, они же тоже люди. Телевидение надо иметь и негосударственное, и государственное, и коммерческое. И я, будучи президентом, если так случится, никогда не буду зажимать. BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти. Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Вытворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на Майданы. И вся выстроенная им система захлебывается во лжи. Начиная от коррумпированных высоких чиновников, заканчивая мелкими служащими, участвующими в фальсификации выборов. Для Лукашенко они все в роли «принеси, подай, иди в поле, не мешай». А ведь все предпосылки к тому, что президент какой-то не совсем нормальный, появлялись сразу после его прихода к власти. Беларусь является плохим примером для других республик. Белорусский народ будет жить плохо, но недолго. И другие пророческие фразы диктатора, ляпнутые еще на заре президентства, до сих пор полностью раскрывают всю суть его правления. Чем хуже, тем лучше. Сегодня по уровню жизни наша страна проигрывает даже соседней России и Украине. А про страны западнее Бреста даже и говорить нечего. И свое общество за цивилизованным миром я не поведу. Зато с радостью повел за мировыми аутсайдерами. За годы своего правления диктатор дружил сугубо с сородичами. Каддафи, Хусейном, Милошевичем, Чавесом. Примечательно, что главных его дружков уже настигло холодное дыхание смерти. Если не брать в расчет непонятных друзей с Востока, с которыми и врагов не надо. Но и сами они от греха подальше тихонько отворачиваются. Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы и прочее, он-то это знает. С Россией у Лукашенко связано очень много переживаний. Оно и не мудрено. Россия, а точнее российский престол, это не сбывшаяся его мечта. И самое страшное разочарование в жизни. Извините, мне хрена нужен кому такой союз? Это сейчас Лукашенко визжит о незалежности. А раньше все было наоборот. Говорил о славянском единстве и необходимости советского ребрендинга. Недоумевая, зачем нам эта так называемая независимость. Пару лет и появляются договоры о создании сообщества Белоруссии-России, потом о союзе Белоруссии-России. Сообщество Белоруссии-России, союз двух государств. Этот путь был очень нелегкий. Далее самая настоящая предвыборная кампания по российским регионам. Я не стану скрывать, что мы сюда приехали не на исключение. И все бы, может, даже получилось, если бы решающий договор о создании союзного государства не попал на глаза Анатолию Чубайсу, известному врагу всего советского. Не годится, товарищ Чубайс. Увидев угрозу для суверенитета самой России, в последний момент договор вернули на доработку. Из него убрали все основное, оставив больше спорных моментов, чем конкретики. Эти моменты до сих пор аукаются посыпающему голову пеплом гаранту независимости. Выпендрится Россия там с нефтью, нас начинает штормить. Когда к власти в России пришел ставленник крупного капитала Путин, путь Лукашенко в Кремль стал окончательно закрыт. Вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия. Так гарант остался один на один с Белоруссией, которую он искренне ненавидит как самостоятельную страну, не дающую возможностей дальнейшего карьерного роста. А потому и на ненавистном белорусском народе отыгрывается как следует. Но как мне было стыдно за белорусский народ, когда я приехал в Казахстан и мне все, а что там у тебя происходит? Александр Григорьевич, я гражданин Республики Беларусь. Я не народец. Наш народец побежал в обменные пункты. Я не животное. Я не жру. Понятно? Я кушаю. Жрать что будет? Моя жена никакие копыта не чистит. Она делает маникюр, чтобы выглядеть красиво. Но все ли наши граждане могут в салоне пострижься и копыта почистить? Мой ребенок не носит намордники. Они одевают маски, чтобы защититься в школе, в которую ты их отправляешь. Ну, есть какие-то опасения. Ну, одень ты этот намордник и ходи. Белорусский язык и культуру он практически уничтожил, устроив в стране мини-версию Советского Союза брежневского образца. Родной русский язык. Причем самих людей загнал в нищету и контрактное рабство, которое многие сравнивают с крепостным правом. Почему так недовольны это произносится? Потому что это с работы. Иначе не продлят контракт. Так и запишите. И тотальная диктатура не компенсируется малейшим благополучием. Госдолг страны неминуемо растет. Сегодня он составляет 18 миллиардов долларов и превышает годовой бюджет Словакии. А ведь в 94-м должны мы были всем всего лишь 1 миллиард. Решим проблему долгов. И в течение пяти лет мы планируем, рассчитавшись по долгам, в течение пяти лет, никогда не заимствовать. Обходиться без заимствования. Кредитов 2 миллиарда долларов. Мы получили 5 траншей. Остался 6 и 7. Сам по себе внешний долг еще не был бы бедой, если бы чужие деньги вкладывались в выгодные проекты, прибыльное производство, развитие науки, технологии и образования. Это бы окупилось и принесло прибыль, но Лукашенко предпочитает вкладывать, во-первых, в себя любимого, уже построенной 18 резиденций в разных концах страны. Маск подарил. Куплены два Боинга с золотыми унитазами и новый бронированный автомобиль Майбах за миллион четыреста евро. А во-вторых, одолженные деньги тратятся на глупые прихоти так называемого президента. И ладно бы развлекался, но не вредил. Так ведь контролировать пытается все вокруг, а за что не берется, планомерно уничтожает. К примеру, сельское хозяйство, а вместе с ними промышленность, где на плечи подающих надежды предприятий сразу же вешаются убыточные колхозы. Мы хотим, чтобы они на прицеп взяли наши другие предприятия и тащили за собой. Ну и куда же без тотальной показухи и принудиловок в государстве с узаконенным рабством. От обязательной подписки на государственные газеты до участия бюджетников во всех постановках крепостного театра одного актера. От никому не нужных спортивных игреч до ежегодных асфальтоубийственных парадов. Вместо же нормальной поддержки ветеранов войны обрек их на нищенскую старость со смешной до слез пенсией. А вот остальным белорусам пенсионный возраст повысил, при том, что продолжительность жизни в Беларуси одна из самых низких в Европе. Многие до пенсии банально не доживают. Ну какая пенсия, сынок, 300 рублей, разве можно прожить? А квартира какая дорогая. А мы вот два пенсионера и сынок на группе у нас, на третьей группе. Вот мы так и живем, перебиваемся на молочко, хлебушек. А уже мясо не попадает, спинки, лапки берем на супчик сварить. Субпродукты? Да. Ну мясо так уже забыли, когда и кушали. У меня пенсия 334 рубля. Ну, добавьте 5 процентов. Сколько это будет? Ну так это же нищенская пенсия. Спасибо сами знаете кому. Уважаемый Александр Гордж-Лукашенко сказал однажды, когда давал втык своим всем высоким чиновникам, как может человек существовать на 300 рублей? Существовать. Вы понимаете слово? Существовать. Тех же, кто только входит во взрослую жизнь, загоняют в армию, из которой можно вернуться калека, а то и вовсе не вернуться. Благодаря закону об отсрочках, в зоне риска чуть ли не каждый университет уже не спасет. Гибель солдата-срочника Александра Коржича в печах. Это громко уголовное дело о дедовщине в армии. Висящий в петле из брючного матерчатого ремня, прикрепленного сводным концом к металлической арматуре, под потолком подвала, с перевязанными шнурком обуви ногами и одетой на голову майкой. Кстати, после университетов и училищ молодых ребят в основном распределяют работать в умирающие деревни без какой-либо инфраструктуры. Мол, и тут должны отдать какой-то эфемерный долг государству, хотя ничего у него не заимствовали. В деревню никто не хочет ехать. Потому что место ужасное, например. Далеко очень. Всем хочется куда-то, где, естественно, больше платят. А по распределению, ну, если опираюсь от нашего, на Академию наук там копейки. А недовольных всем этим называют майданутыми отморозками и пособниками мнимых боевиков. Затыкают, избивают, осуждают, унижают и выдворяют. Обсуждать Лукашенко разрешается, но только на кухне. Человек должен свободно высказывать свое мнение. Пришел домой, ты хочешь поговорить там. Вот на кухне чего-то бояться. Да никогда ничего не бойтесь. Говорите обо мне, о ком хотите. Обещанного три года ждут, говорят в народе. Если речь идет о Беларуси, то обещанного ждут уже 26 лет. Я знаю, какая сегодня жизнь. Трудная и тяжелая. И я сегодня вам не буду обещать золотых гор. Я не обещаю вам молочных, редких, сильных берегов. Из года в год от выборов к выборам обецанки Лукашенко не меняются. Значит, надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти. А дело в том, что в нашей стране этого быть не должно. Идут десятилетия, а борьба с жуликами, буржуями и коррупционерами, ухудшающими жизнь честного народа, не останавливается ни на секунду. И не видно ей ни конца, ни края. Правда, разница между коррупционерами и честным человеком только в его лояльности режиму. Что можно одним, другим нельзя. Сейчас вы от меня требуете, давай гроши. Я говорю, подождите, не всем сразу. Сколько таракан борется с коррупцией, столько же и поднимает с колен предпринимательства. Тоже 26 лет. Почти за десятилетнюю работу в предыдущем составе Совету не удалось выполнить основное мое требование, быть прямым связующим звеном между бизнесом и руководством страны. Правда, ВОЗ и ныне там. Сложно представить, как еще можно ухудшить бизнес-климат в стране, но главному агроному это из года в год удается. Бесконечные поборы и налоги, ад, нескончаемая бюрократия и уйма проверяющих. Именно поэтому в Беларуси так много, так много суицидов среди предпринимателей. Именно поэтому в Беларуси так мало предпринимателей, которые хотят заниматься здесь бизнесом. Многие уезжают за границу. И правильно делают, потому что законные схемы уничтожения частного бизнеса, они просто, просто шокируют. Ведь частный человек свободный, а значит Лукашенко ему будет не нужен. Неудивительно, что объем иностранных инвестиций в Беларусь только за последние 10 лет сократился аж в два раза. Шокирует отношение правителя не только к частникам, но и к своему основному электорату. Мой избиратель. Рабочий, крестьянин, учитель и врач. За 26 лет уровень жизни его избирателя не только не повысился, но и ухудшился. Да что говорить, Лукашенко сам признает, что на бюджетников ему плевать, если дело не касается их участия в фальсификации очередных выборов. Врачи, учителя, я не скрываю, это основные наши штыки. На них держится не только профессиональная работа, но мы их часто привлекаем к разного рода другим государственным мероприятиям. Но как только мероприятие закончится, мы во многом забываем про этих людей. Справедливости ради одинаково плохо. Лукашенко помнит и про всех остальных, и про свои старые обещания. Чего только стоит эта легендарная попицотная мантра. Средняя заработная плата в течение года должна достигать 500 долларов. К 15-му году мы должны приблизить размеры заработной платы к 1000 долларов в эквиваленции. Это самые высокие в нашей истории темпы роста зарплаты и доходов населения. Надо людей все-таки подтянуть к этим 500 долларов. Готовьтесь к 500 долларов в среднюю зарплату в будущем году. В итоге сегодня официальная средняя зарплата в Беларуси продолжает болтаться на уровне 500 долларов. А поскольку с реальностью эти цифры мало связаны, люди продолжают уезжать, работать за границу и поднимать экономику соседних стран. За границу уезжать, заработать несчастных 900 или 1000 евро. В самой же Беларуси многие даже несчастных 200 долларов не получают, а вылететь с работы проще простого. Или из-за сокращения, или из-за непродления контракта, если вы добросовестны. А потом заставят еще и заплатить за тунеядство. А ведь обещал когда-то помогать всем убыточным. Насколько могу, я поддерживаю такие предприятия и оказываю им помощь. Многим ли помог за 26 лет? Вопрос риторический. Как с работы? Хватает работы? Работы нет. А зарплаты здесь, если вот работать? Отдельным людям есть зарплаты, а остальным так копейки. Ясно. Рублей 200. А на земле, если работать? На земле ничего не заработаешь. Ничего не заработаешь. А почему? Потому что все перепродается. Дешевый третий. И нет никаких оснований полагать, что лгавший 26 лет человек вдруг резко внезапно изменится и начнет выполнять свои обещания. Которые, к тому же, от выборов к выборам совершенно не меняются. Люди справедливо выходят протестовать. Протестовать из-за того, что он уже в топ-10 правителей, дольше всего держащихся у власти. Среди Чада, Уганды и Эритреи. Протестовать из-за того, что за 26 лет Беларусь превратилась в страну утраченных возможностей. Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста. На здоровье. Я сниму. Да. Поешьте, пожалуйста. К слову, за 26 лет правления Лукашенко не было и года, чтобы белорусы не выходили на улицы с протестом. Конечно, митинги будут и сопротивление будет со стороны именно демократических сил Белоруссии. Но я думаю, что никакого ощутимого результата ни президенту, ни демократам, так сказать, это не пронесет. Потому что это все стояние на месте, бег на месте. Начинает несогласие со сломанной конституцией и углубленных ролевых игр с Россией до возмущения антинародными указами и законами. Почти всегда на аргументы квалифицированных и компетентных специалистов государство отвечало грубой силой милицейских дубинок и тюремными заключениями. И жесткие задержания – это лишь цветочки. Для подавления инакомыслия широко практиковался запрет на профессию, удушающие штрафы, угрозы, унижения, оскорбления и шантаж. Жену кандидата Санникова Ирину Халиб тоже арестовали за участие в компании мужа. Пока Санников и Халиб были в СИЗО КГБ, их четырехлетнего сына Даника социальная служба пыталась забрать у бабушки в детский дом. Немногие выдерживали постоянные прессинки и государственную вседозволенность. Тысячи честных и порядочных людей, квалифицированных специалистов и профессионалов просто выехали из страны, а на их место пришли бездарные подхалимы или заблюды. Не могу не сказать вам спасибо за то, что вы делаете для нас. Правда, я чувствую это. Я чувствую это на себе, я чувствую это на своей семье. Я думаю, все, кто здесь стоят, согласятся со мной. Правда, это очень много. Спасибо вам большое. И наш город, мне каждый день приятно и приятно здесь находиться. Наталья Ивановна, ее надо к Сергеенко, видеологический отдел. А такие способны реализовывать лишь подозрительные коррупционно-кумовские схемы, снимая с народа последнюю рубашку. Власть живет сама по себе, далека где-то там, в Дроздах, там еще где-то, в кабинетах, в министерствах. Но они никогда не пришли, не спросили. Народ, а вам надо фланшток этот за полтора миллиона? Или может вам что-то другое построить? Бюджет мы наполняем. Но у нас никто никогда не спросил, надо ли нам огромный этот ледовый дворец, который стоит, и мало ли кому он там надо. А может нам надо за эти деньги, мы в каждом районе небольшой коробки, футбольная, волейбольная или еще какие-то. Кто у нас когда спрашивал? Никто. Мы просто как тихие рабы. Мы должны только работать, наполнять бюджет, а они бюджет этот сами распределяют, куда хотят, на что хотят и для чего хотят. В рядах недовольных значительно прибыло после очередных экономических потрясений. Три динаминации и пять девальваций полностью убили у людей веру в собственного зайчика. Но даже перед этими выборами власти опять включают печатный станок, забывая о последствиях. Экономика постоянно находится на грани краха, все вокруг переводится в доллары, а недовольство людей растет с каждым днем. Протесты нетунеядцев, акции автомобилистов, экологические протесты в Бресте и Светлогорске проходят отнюдь не с участием мягкой и интеллигентной оппозиции. А отпор ОМОНу на центральных проспектах столицы дают явно не выпускники элитных университетов. Быть несогласным в этой стране становится нормой. Но что ты сделаешь с бабушкой, которая выходит на улицу и в слезах рассказывает про свою пенсию? Как пенсионеры сейчас живут, расскажите. Плохо. С питанием как? Ну так. Не спрашивайте. Просто сволочь по власти и все. За десятилетия неограниченного правления Лукашенко, словно петух-забияка, успел поклевать все слои белорусского общества. Каждый новый протест приводил все к большему закручиванию гаек. Теперь в стране запрещено вообще все. Вы не представили. Любой несогласный, оказавшийся в ненужное время в ненужном месте враг режима. Вы бачили, как копают людей? Ну, вы у них же у тебя перешла. Сына за руку торопают. Только мужчины. Просто так. Ну а за что? За что это просто? Там нас не пустили выезти. Тут и нас не пустили выезти. Сказали, что ты идите. Мы идем сюда и копают людей. Господи, спаси, сохрани. Нечистая сила. Но сила народной солидарности не знает границ. Выписанные на сотни долларов штрафы моментально покрываются, благодаря пожертвованиям и поддержке людей. А автозаков больше никто не боится. Амороцкий с народом! Амороцкий с народом! Выходят люди в каждом городе, несмотря на беспрецедентное давление у граждан, только увеличивается стремление к свободе. Такого в Беларуси еще не было. Мы сегодня сюда пришли, чтобы показать нашей стране, нашим людям и всему миру, что есть люди, которые готовы голосовать, которые хотят изменить что-то в своем государстве. 26 лет оставить позади и увидеть вот тот свет, того света в конце тоннеля, за которым будем голосовать. Смелые и воодушевленные. Именно так можно описать белорусов, которые не боятся высказывать свое мнение. Молодые и пожилые, художники и летящики, айтишники и железнодорожники, белорусскомолная и русскоязычная, все консолидировались лишь с одной целью – заставить его уйти. До свидания. Не забудьте подписаться на Беларусь без цензуры и каналы Нехта, а также на наш инстаграм-аккаунт. Там много интересного. Краснодар